4 августа после мощнейшего взрыва в порту Бейрута этот ливанец в первую секунду подумал о своих четверых детях. Он помчался через пыль и обломки и, к счастью, обнаружил, что они живы, но очень напуганы. Впервые в жизни этот мужчина прибег к медикаментам, чтобы немного успокоиться. «Я никогда не пил парацетамол, даже когда занимался спортом. Но в первые три дня мне дали таблетки, чтобы я успокоился и заснул. Давление, крики, мысли, что я мог лишиться детей. Если бы я их потерял, то умер бы». У его детей также проявляются признаки стресса. «Я услышала звук, что-то взорвалось. Я была в душе. Потом я услышала очень громкий звук, закрыла уши и спряталась под раковиной. Вчера вечером я спала, а мой брат играл с пластиковым контейнером. Я испугалась звука и проснулась». Подобные истории среди жителей Бейрута не редкость. Люди пытаются справиться с душевными травмами, вызванными бедствием. В результате взрыва, который убил 181 человека, в руинах оказались целые кварталы. Всё это случилось в непростое время, на фоне месяцев экономического кризиса, на который наложилась пандемия. «Я прихожу сюда, потому что здесь прожила 20 лет, провела здесь детство. Тут мои воспоминания. Я не могу просто уйти. Теперь у нас дом лучше, красивее, мы хорошо его обставим. Но здесь так много вещей, которые сложно оставить». Психологи говорят, что у людей начинают проявляться все признаки стресса – ночные кошмары, слёзы, возбуждённость, агрессия и психическое истощение. «Все ощутили шок в большей или меньшей степени. Кто-то хочет об этом говорить, кто-то – нет. Большинство из тех, с кем мы общаемся, рассказывают, что не могут спать по ночам, что они боятся ночью выключать свет, что они боятся оставаться одни, поскольку опасаются ещё одного взрыва». Эксперты говорят, что признаки психологической травмы начинают проявляться только через несколько недель после события. Волонтёры из местного телефона доверия уже увеличивают свой штат. Они также начали навещать людей в домах. Совет Безопасности ООН пока не будет выполнять запрос США и возвращать все санкции в отношении Ирана. Такое решение принял постоянный представитель ВСБ ООН от Индонезии – страны, председательствующей в Совете в августе. По его словам, в органе нет согласия по этому вопросу. «Для меня очевидно, что есть один член с конкретной позицией по вопросу. А также значительное число членов с противоположным мнением. Я считаю, что в Совете нет консенсуса. Таким образом, председатель не может предпринимать дальнейших действий». Ранее Соединённые Штаты объявили о том, что начали 30-дневный процесс по восстановлению всех международных санкций в отношении Тегерана. Для этого они подали в Совет Безопасности ООН жалобу на то, что Иран нарушил соглашение 2015 года. Согласно документу, любой член договора может инициировать возврат всех мер. Несмотря на то, что США вышли из соглашения, они по-прежнему числятся в нём наблюдательным членом. «Сохранение совместного всеобъемлющего плана действий важно для всего международного сообщества, включая США. Надеюсь, Соединённые Штаты в итоге поймут это и больше не будут продавливать свою линию. Она не просто незаконная, но она также не даст результата, которого США хотят добиться». Дональд Трамп критикует соглашение с Ираном, называя его несостоятельным. Он добивается того, чтобы провели переговоры о более масштабном договоре, который бы действительно помог остановить ракетную и ядерную программы Тиграна. «Администрация Дональда Трампа не боится оказаться в меньшинстве в этом вопросе. Ведь в наших действиях мы руководствуемся неоспоримой правдой. Я лишь сожалею, что другие члены этого совета сбились с пути и оказались в обществе террористов». Стоит отметить, что 14 августа США также пытались принять в Совете безопасности резолюцию, которая бы восстановила оружейное эмбарго в отношении Ирана. Однако документ поддержала только Доминиканская республика. Также есть предположение, что США снова попытаются запустить процесс восстановления санкций в сентябре, когда в СБО он будет председательствовать Нигер. Из-под завала в жилой пятиэтажке, рухнувшей в Индии, извлекли живым ребёнка. Спасатели обнаружили четырёхлетнего мальчика спустя 20 часов после обрушения. Общее число спасённых превышает 70 человек. «Мы только что спасли живым ребёнка и извлекли из-под завалов тело одного погибшего мужчины». В целом число погибших достигло 13 человек. Ещё нескольких местных жителей продолжают искать. В доме было более 40 квартир, в которых проживало около 200 человек. «Мы будем продолжать спасательную операцию, пока не убедимся, что никого не осталось под завалами. Потом экскаватором уберём все обломки». Жилой дом обрушился около шести часов вечера в понедельник. Перед этим он какое-то время трясся, и некоторые местные жители успели спастись самостоятельно. «Я взял шестилетнего ребёнка и понёс его на дорогу. Я пытался вернуться в здание снова, чтобы ещё кого-то спасти. Но оно рухнуло. Когда я пытался убежать, мне на ногу упала железная балка». Трагедия произошла в промышленном городе Махат в штате Махараштра, примерно в 160 километрах южнее Мумбаи. Дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году. По словам очевидцев, он сложился как карточный домик. Почему, пока неизвестно. Однако подобные проблемы в Индии не редкость из-за некачественного строительства, особенно в сезон дождей с мая по сентябрь. Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Причины обрушения здания обещают расследовать. В Аргентине зафиксировали антирекорд по суточному показателю заражений коронавирусом и смерти от него. По данным, на понедельник выявлено более 8700 новых случаев COVID-19, умерло 380 человек. Палаты в отделениях интенсивной терапии по стране заняты наполовину, в Буэнос-Айресе – на две трети. То, что за день умерло 380 человек, означает, что в системе здравоохранения есть серьёзные недостатки. С самого начала пандемии и здесь, и в Европе говорили, что существующая система здравоохранения не может справиться с большим числом пациентов, и поэтому люди умирают. Министерство здравоохранения страны заявило, что через несколько недель после ужесточения карантина в Буэнос-Айресе и его пригородах новых случаев заражения стало больше и в других регионах Аргентины. В общей сложности выявлено примерно 360 тысяч заражённых, умерли более 7400 человек. Эти показатели ниже, чем в соседних Бразилии, Чили и Перу. Недавно тысячи аргентинцев вышли с протестом против карантинных ограничений. Они призвали власти снять их и позволить людям нормально работать. Последние два года Аргентина погружена в серьёзный экономический кризис. Стремительно растёт инфляция и становится всё больше бедных. Пандемия только ухудшила это положение. К побережью американских штатов Техас и Луизиана приближается ураган Лаура. Продолжаются обязательные эвакуации. Также многие укрепляют свои дома. В Техасе было объявлено чрезвычайное положение, поскольку в понедельник к побережью также двигался тропический циклон Марка. Однако он принёс дожди Луизиане, в частности, в район устья реки Миссисипи, что привело к масштабным наводнениям в регионе. Я не здешний, не знал, что делать и нужно ли следовать предупреждениям. В итоге я послушал совета начальника и решил пойти к автобусам. Губернатор штата Техас предупредил, что Лаура обрушится на побережье в качестве урагана третьей или даже четвёртой категории. Он также посоветовал всем жителям следовать предписаниям эвакуации. Когда Лаура продвигалась через Мексиканский залив, то скорость ветра в эпицентре достигала 120 километров в час. Сейчас ураган двигается со скоростью 26 километров в час и должен ударить по району границы Техаса и Луизианы в среду или ранние часы четверга. Три года назад в Техасе катастрофические наводнения вызвал ураган Харви. Однако метеорологи говорят, что в этот раз шторм принесёт сильный ветер, а осадков будет не так много. Ранее Лаура прошла по территориям Кубы, Гаити и Доминиканской республики. На Гаити проливные дожди привели к наводнениям и оползням. По меньшей мере 21 человек погиб, пять числятся пропавшими без вести. В столице около 200 семей лишились крова. На Кубе около 30 небольших сельских общин были изолированы после обрушения моста. Сюда Лаура также принесла ливни и сильные ветры. Более 316 тысяч человек были эвакуированы. Обрушились тысячи домов. А это последствия урагана в Доминиканской республике. Затопило многие населённые пункты. По же более миллиона человек остались без электричества. Рождество ещё не скоро, но в Лондоне уже открылась школа Санта-Клауса. В этом году им, возможно, придётся работать в условиях пандемии. Дедушек спешат обучить новым правилам. «Прежде всего, маски. Мы сделали вот такие, из красного бархата с белой меховой отделкой, как костюм Санты. Это особенность маски. Думаю, так детям будет комфортнее». Также Санты должны соблюдать социальное дистанцирование. Они будут садиться в двух метрах от детей. Подарки тоже придётся дарить особенным способом. «Мы создали гениальный метод с использованием саней. Санта кладёт на них подарок. Ребёнок подтягивает Санни за верёвочку и берёт подарок». Санта-Клаусу уверена, что Рождество пройдёт хорошо. «Нам надо держаться на расстоянии от детей и также от взрослых. О них тоже нельзя забывать. Но веселье, радость, любовь и волшебство никогда не исчезнут. Они были и будут всегда». Добрые дедушки также повторяют имена северных оленей, вспоминают поздравления на разных языках и тренируются смеяться, как Санта. «Люди недооценивают, насколько сложно играть Санту. Очень редко актёру приходится оставаться в образе, импровизировать и создавать атмосферу волшебства для публики из одного или двух человек, стоящих в метре от него. Это требует большой концентрации». Школа Санта-Клаусов при компании Министерства развлечений работает более 20 лет. В этом году она получила тысячу заявок. Пока это в два раза меньше, чем обычно, но сотрудники компании надеются, что станет лучше. Яркие гондолы Трохинерос снова плывут по знаменитым каналам Сочимилька в Мехико. А мексиканцы наслаждаются пейзажами и музыкой ансамблей «Мариачи». Плавучие сады были закрыты пять месяцев, но теперь у владельцев лодок появилась надежда поправить дела. Всем гостям измеряют температуру, гондольеры носят маски, а в 20-местную лодку пускают не более 12 человек. «Я приехал в Мехико навестить семью и узнал, что район Сочимилька открывается, и разрешены прогулки на Трохинерос. Мы решили приехать сюда, потому что это достопримечательность Мехико». Древние каналы ацтеков были построены на остатках озера Тескока. Здесь индейцы делали плавучие острова Чинампе. На них занимались земледелием. Сейчас здесь выращивают цветы и другие растения. Каналы Сочимилька в 1987 году стали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь живут в основном за счёт туризма. Швейцарец Рафаэль Дамьян совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолёта, работающего на солнечной энергии. Аппарат поднялся на высоту более полутора тысяч метров и развил скорость 100 километров в час. Парашютист приземлился недалеко от аэродрома в Пьерне, откуда ранее взлетел самолёт. «Впервые человек прыгнул с электрического самолёта. Это меняет будущее парашютного спорта». Солнечный самолёт – сравнительно новый аппарат, и специалисты пока не знают, как он поведёт себя в разных условиях. «Я не мог слишком долго стоять на крыле, потому что неизвестно, как отреагирует самолёт. Поэтому мне пришлось выйти и сразу прыгнуть, не отталкиваясь. Я просто упал с самолёта. Впечатление удивительное». Дамьян не только парашютист, но и пилот, а также инициатор проекта Solar Stratos. Его участники планируют запустить солнечный самолёт в стратосферу. Они хотят подняться на высоту 20 тысяч метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова